Привет всем фанатам Фоллаута! У меня сегодня, наверное, заключительное видео по теме постапокалипсиса, по Фоллауту. И я показываю всё то, что у меня есть по одноимённой игре. Значит, показывал я вам автомат по продаже Нюка Колы. Показывал я вам фигурки таких вот обычных жителей убежища. Два мужика, женщина и ещё пол мужика. Потом показал я вам кучу принтованных деталей непосредственно относящихся к игре и посредственно относящихся к постапокалипсису. Очень много крутых принтованных деталей. Всё это было в моих обзорах. Плюс ещё фигурка вот такого вот типа рейдера или боевика какого-нибудь, не знаю. Ну и, конечно, совершенно чумовая фигурка одинокого, выжившего с фантастическими принтами. Это всё было в прошлом обзоре. Ну а сегодня давайте посмотрим, что у меня сегодня заключительное вам хочу показать. Значит, у меня ещё есть три пистолета, но только без ржавчины. Опять-таки, похожие на Fallout. Отличаются тем, что нет оптики. А так, пистолет такой же, но только не ржавый и без оптики. Я вот даже не знаю. По идее, с оптикой должен быть покруче, но он ржавый. А вот без оптики, они зато новые. Поэтому, не знаю, как лучше. У меня их три штуки. Вот такие вот три пистолета на Fallout, на Post-Apocalypse добавляются в коллекцию моих вещей по Fallout. И ещё хочу показать я вам один набор деталей, вещей от компании Teclips Graphics. Открываем. Тоже не открывал. Специально для обзора всё берёг. Опять у нас сделано в Америке. Кучу непонятных, ненужных слов сзади. Открываем. И смотрим, какие же у нас ещё клёвые ништячки есть для постапокалипсиса в мире Fallout. И первое, что я вижу, это опять пистолет ржавый. И причём ржавый, как вот этот, не с оптикой, а ржавый вот этот вот. То есть, теперь у меня три типа есть пистолетов. Есть без оптики абсолютно новый. Есть без оптики ржавый. И есть с оптикой ржавый. Так что три разных пистолета можно выдавать солдатам, ну и солдатам этим выживающим, по мере продвижения в их, не знаю, в их постапокалипсическом мире. Очень клёво, что пистолет есть такой тоже с ржавчиной. Любое разнообразие, это замечательно. Так, далее. Что у нас ещё есть? Так, дальше. У нас есть то, что я не совсем понимаю. Это, по-моему, RadX. То есть, что-то, что помогает избавляться от радиации. У нас уже было что-то вроде плазмы. То, что там назывался RadAway. А это RadX банка, которая больше похожа на банку Нутеллы. Но здесь, вот видите, тоже при сильной дозе радиации будем принимать RadX. Выживающие. Поздравляю вас с новым лекарством. Так, ещё одна банка. Что-то типа Нутеллы, но тоже нет. И это у нас оригинальный... Не понимаю, что... Сейчас не могу прочитать. Короче, я не знаю, что это. Оригинальный буфот. Что это? Какая-то еда, горох, бобы. Вы вообще не в курсе. Если что-то по игре, то я этого не помню, не знаю. Ну, напишите, может быть... Потому что я сейчас столкнулся с тем, что я даже не представляю, что это. Еда, лекарства. Что это? Наркотики. Пули. Блин, не в курсе. Но, вроде как, это должно быть точно по игре. Поэтому, короче, вот. Так, ещё один Radaway в этом наборе. У нас опять плазма, которая подключается к Вене и шарашит, лечит нашего заражённого, выживающего в диких условиях поселенца. Radaway очередной. Далее. Баночка Emergency Drinking Water. НЗ воды, короче. Банка с питьевой водой. На самом деле, можно использовать вот так, если будет стоять на полке, всё равно никто не прочитает, что-то написано. Можно использовать как лекарство. Ну, а если сильно всматриваться, то написано, что это вот неприкосновенный запас воды. Пить только в экстренных случаях. То есть, если носишь с собой, пьёшь всё подряд, из лужи, откуда придётся. А когда вообще ничего нет, то вот у тебя есть баночка с Emergency Drinking Water. С водой на всякий случай. Что ещё у нас есть? Аптечка. First Aid. Зелёный крестик. Аптечка. Очень клёво. Можно использовать даже и в военных фильмах, и в городе, в аптеке, в больнице какой-нибудь. Ну, короче, очень полезный тайл с принтом. Реально подойдёт куда угодно. Ну и для выживания, естественно, в первую очередь. Вот такая вот аптечка. Первая помощь. Что же ещё у нас в этом паке есть? Ретро-магнитофон. Офигенная вещь. Кубик один на два. И на нём принт старого такого вот радиостанции. Это не магнитофон. Это просто радиоволну ловить. Больше он ничего и не может. В стиле 50-х. Вообще вся игра сделана в стиле таких 50-х. Поэтому всё понятно. У нас там две ручки, чтобы ловить волну, настраивать. И там шипящий, свистящий должен быть какой-то звук оттуда доноситься. Клёвая штука. Для детализации помещения. Просто вот супер. Что ещё нам жизнь подкинула? И это опять у нас аптечка. Только на этот раз жёлтая. Вообще, товарищи дизайнеры будущие, запомните. Печатать белым на жёлтом – это моветон. Это не очень хорошо. За это бьют по физиономии. Прям читается очень тяжело. Но можно рассмотреть, что это написано «Первая помощь». Крестик. И тоже потёртая, помятая аптечка жёлтого цвета. Предпоследняя вещь. У нас корпорация МедТек выпустила, не знаю, что это. Леденцы, конфетки. Ментатс. Ну, наверное, какие-то конфетки. Вот такая вот принтованная упаковка. Тайл с такой картинкой. Наверное, можно где-то поиспользовать. И последнее. На этом мы будем закрывать наш марафон про Fallout. Это звёздные бомбы. Sugar Bombs. То есть, хлопья из Fallout. Вот такие вот хлопья, которые... Кстати, у меня уже целая коллекция вот этих вот коробочек с хлопьями. Из Ниндзяга, из Лего. Там, короче, сколько? Четыре-пять коробочек уже таких вот у меня есть. Но это она как бы эксклюзивная. Она не от Лего. Она сделана по игре Fallout. Ну что, друзья. Завершили мы тему Fallout на моём канале. Ну, завершили в плане обзоров. Может быть, я не зайду до короткого мультика про Fallout. Про что-то большое. Вот меня тоже просили. Тема Сталкера, метро и Fallout постоянно вот она витает в воздухе. Метро я как бы рассматриваю в меньшей степени из-за того, что там сложнее декорации, сложнее строить эти все туннели, станции и так далее. Тема с Fallout и Сталкером, она попроще для съёмок. Поэтому Fallout вполне себе жизнеспособная идея. Ну и к тому же теперь у меня есть совершенно чумовые вещи для мультика. Большое количество аксессуаров, различные полезные таблички, лекарства, еда, оружие. Всё по теме. Прям вот подходит один в один. Нюк Кола, крышки от неё. Четыре фигурки выживших. Можно собрать и нубов, один на профи и один какой-нибудь там... Вообще, рейдеров на самом деле легко собрать из кучи разных запчастей, в том числе лековских и с Алиэкспресс. Поэтому, в принципе, уже замес можно неплохой придумать на Fallout. Всё, ребят, пишите ваши комментарии, идеи, пожелания. Ну и от лайков ваших тоже не откажусь. Напоминаю также вот про эту фигурку. Я её с удовольствием разыграю, если хотя бы одно видео из темы Fallout'а дойдёт до 100 тысяч просмотров. Всё, на этом будем прощаться. Fallout на некоторое время мы забываем. Ждём взятия Берлина. Потом я буду, скорее всего, делать Ирак третью серию. А дальше будет видно, посмотрим там, что у нас по рейтингам, по просмотрам, как всё идёт. Всё, всем добра, до новых встреч на канале. Всем счастливо, удачи, пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!